Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Цифровая железная дорога и единое бесшовное пространство. Что ждет пассажиров в будущем, сегодня обсуждают в Сочи. Опасные ассорти в Сочи задержали жители Оренбурга, который спрятал наркотики в шоколадные конфеты. На Мацесте отремонтируют очередной участок набережной. После этого город получит 10-километровую прогулочную аллею. Праздник рекорда в день, когда вспоминают достижения жатвы. Кубанские аграрии сосчитали, сколько собрали зерновых, овощей, фруктов и винограда. День урожая отметили с 200-килограммовым караваем прямо с полей и борщом, которым угостили губернатора. Все подробности расскажем далее. Потянуть каждую гайку и все проверить. Когда речь идет об урожае, ни одна оплошность не должна помешать работе. С трехтонным плугом Андрей Поздеев обращается как с музыкальным инструментом, аккуратно настраивая перед каждым выездом в поле. Сложная техника, сложно работать. Так просто там не получается. Мы сейчас пашем, потом работу по ходу закончим, ремонтами заниматься будем. Во время жатвы больше двух месяцев, почти без выходных. Каждый день вместо чашки свежего кофе в 7 утра уже в поле. Восемь лет Андрей работает на рисе. До этого почти все время на более привычных зерновых. Я работал в Гейском районе. Там выращивал хлеб, пшеницу, ячмень, кукурузу. Но риса там не было. Я захотел попробовать, что такое рис. Убрать надо так, чтобы меньше было потерь, не проронить его. Его же надо спираж скосить на свал, положить его, а потом комбайнами подобрать, чтобы как можно меньше было потерь. Как итог, лучший показатель в крае по количеству собранного риса. На новеньком комбайне намолотил 3146 тонн риса. В этом году чемпионами урожая стали пятеро работников агропредприятий. На плечах этих и еще десятков тысяч других тружеников. Новый рекорд. Кубань отгрузила больше 14,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. В куренях только и разговоров, что о жатве. Выставляются лучшие районы по итогам уборочной кампании. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и пол-предпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов знакомятся с героями страды, которые радушно встречают гостей и подают традиционное кубанское блюдо. Самое то к хлебу из свежего урожая. Зерно это самый главный экспортный продукт Кубани. Сегодня его закупает 80 стран мира. Губернатор отмечает, что таких результатов можно добиться только упорным трудом с любовью к любимому делу. Никакой результат с неба не падает. Это труд, ваш труд, друзья. Труд всех селян агропомышленного комплекса, тех, кто работает на земле, работает с утра раннего-прираннего до поздней-поздней ночи. И вот сегодня мы имеем эти огромные цифры. Трактористы, водители, поливальщики, селекционеры и агрономы, директора предприятий, главы районов, список награждаемых больше 70 человек. На груди красные ленты в разговорах воспоминания о жатве. Огромный урожай Кубани, знаковый результат для всей России. Награды вручает полномочный представитель президента России Владимир Устинов, глава Кубани Вениамин Кондратьев, спикер регионального парламента Юрий Бурлачко и сенатор Совета Федерации Владимир Бикетов. Краснодарский край, признанный и неизменный лидер в сельскохозяйственном производстве, в регионе накоплен лучший в России опыт научного обеспечения, технической оснащенности сельскохозяйственных предприятий, подготовки кадров для отрасли. В крае аграрная сфера не просто хозяйственный сектор, а уклад жизни миллионов людей, традиции, культура. Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию, причем пшеница преимущественно третьего-четвертого классов, самых востребованных на сегодняшний день. Главный результат этого года – 14,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, риса. Кубанская земля, щедрая, урожайная. Но все возможно благодаря только вашему упорному труду. Низкий вам за это поклон. Кубань вновь подтвердила высокий статус гаранта продовольственной безопасности нашей страны, житницы нашей великой России. Кубанские хлеборобы первыми завершили уборку в стране и собрали более 11 миллионов тонн пшеницы и ячменя. Это исторический рекорд. Хвала рукам, что пахнут хлебом. Спасибо вам, дорогие наши хлеборобы, от 5,5 миллиона Кубани за ваш труд, за ваш рекорд. В этот день мы выражаем слова благодарности тем, кто связал свою жизнь с работой на земле. Текущий год был очень сложным. Очень сложные климатические условия. Но вам удалось собрать прекрасный урожай зерна. Проливные дожди поочередно с засухой рекорду помешать не смогли. В этом заслуга и ученых-селекционеров. Четыре исследователя получили именные благодарности за свой научный вклад в огромный урожай. Одна из них – Людмила Беспалова, академик ран, которая уже почти полвека выводит новые сорта пшеницы. Сегодня 75 центнеров с гектара – вполне реальный результат, а ведь еще 40 лет назад и мечтать не приходилось. Тогда получали не больше 4000 килограммов. Наши хозяйства становятся сильнее, все больше появляется новой сельхозтехники. Ну а главное, главное, наверное, это наша передовая аграрная наука. Я в первую очередь сейчас бы хотел сказать слова благодарности нашим ученым-аграриям, нашим селекционерам за то, что вместе с нами, вместе с вами, они лелеют, выхаживают, переживают, трясутся за урожай с самого его начала до его такого большого рекорда. Спасибо вам, наши ученые! Говорили на празднике о такой важной вещи для сельского хозяйства, как государственная поддержка. Аграрии получили из бюджета миллиарды рублей инвестиций. Деньги направляли на закупку техники, аренду полей, создание и оптимизацию производств. Наши отцы и деды не могли даже мечтать о таких достижениях. А для нас с вами сегодня это реальность. И, наверное, в первую очередь благодаря беспрецедентной поддержке правительства, государства, нашего края. Ведь за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку агропромышленного комплекса края было выделено около 4 миллиардов рублей. А из краевого бюджета около 3,5 миллиардов рублей. Суммарная цифра государственной поддержки агропромышленного комплекса края составила 7,5 миллиардов рублей. Это только в этом году. Я думаю, абсолютно уместно будет эти аплодисменты адресовать правительству страны, Дмитрия Анатольевича Медведева, конечно, нашему президенту, за постоянное внимание и к нашему краю, и к агропромышленному комплексу. Губернатор поблагодарил за достижение этого года работников каждой из отраслей агропромышленного комплекса отдельно. Хлеборобов, намолотивших 11 миллионов тонн пшеницы и чменя. Овощеводов, собравших 800 тысяч тонн. Садоводов, удерживающих по производству первое место среди регионов России. И отдельно виноградарей, которые сумели собрать по 110 центнеров янтарной ягоды с гектара. Глава Кубани отмечает, что за всеми этими цифрами конкретные люди, связавшие судьбу с сельским хозяйством. Широта вашей души такая же, как бескрайние наши поля. А любовь к родной земле безгранична. Потому что только вы можете с гордостью, радостью, восхищением смотреть на колосящиеся под солнцем поля. Смотреть, как уходят вдаль за горизонт ряды виноградников. Потому что урожай для вас не цифры и отчетность. Это смысл вашей жизни. И в качестве награды самым результативным комбайнерам и водителям вручили ключи от автомобилей. За очередными рекордами на новой машине отправится и Евгений Павлов в Каневской район. В прошлом году чемпионом жатвы стал его коллега по предприятию. Комбайнер шутит, что это становится традицией. Работа стандартная, но сказался, наверное, опыт. И, конечно, техника сегодня на следующий день более производительная. Это коллективный результат. Тут как бы агроотдел правильно сработал. Техотдел вовремя все. Главный праздник для аграрного края поздравлениями не закончился. Награждения продолжились концертом. Кубанские песни, с которыми и в поле работается легче. Колосья поля, красот журавля, А песня хорошая людя. День урожая можно назвать праздником рекордов. Высокую планку край держит уже несколько лет подряд, опережая каждый год результат года предыдущего. А значит, кубанским аграриям любой рекорд по плечу. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Переход на цифровую железную дорогу и обеспечение безопасности пассажиров обсуждали сегодня в главном медиа-центре Сочи участники Международного транспортно-логистического форума «Продвижение 15-20». Что ждет пассажиров и самих железнодорожников в ближайшем будущем узнала Инга Габешия. Железные дороги в беде лера стоят. И теперь, когда прогресс не остановится, дороги должны стать цифровыми и победить время. Сейчас почти вся суша покрыта сетью железных дорог. Люди-грузы непрерывно огромными потоками перемещаются по этим артериям. А сам железнодорожный транспорт развивается и даже видоизменяется. Поезда начинают ездить со скоростью самолета и становятся менее железными. Все больше новых материалов используют производители и все больше дополнительных услуг предлагается пассажирам. Поезда приближаются по своему функционалу к комфортабельной гостинице. Намного удобнее становится и логистика. Вот ей и уделили основное внимание на первой дискуссионной сессии. А вообще, в этом году форум посвятили перспективам развития единого бесшовного транспортного пространства 1520. 1520 – это стандартная ширина колеи в России. За границей свои нормы. Чтобы не перемещать грузы и пассажиров из одного состава в другой, разработана единая система. Грузовые перевозки уже уверенно движутся в направлении бесшовного взаимодействия. Большой потенциал в этом отношении и у пассажирского движения, в частности, в области международного железнодорожного туризма. Все дискуссии форума сопряжены со сквозными задачами развития железнодорожного транспорта и логистики. В каких формах инвестировать, откуда привлекать ресурсы, как максимально использовать возможности современного технологического сдвига, как укрепить наше лидерство, как самого экологичного вида транспорта и какова цена зеленых технологий. Эти вопросы мы, безусловно, обдумаем. Для экономики Краснодарского края железнодорожная отрасль стратегическая. То, что Кубань вновь становится площадкой для обсуждения будущего ЖД-транспорта, важно и для региона. От имени губернатора края участников международного транспортно-логистического форума поприветствовал его заместитель Анатолий Варановский. Сегодня в развитии железнодорожного сообщения идут огромные инвестиции. Модернизируются инфраструктуры, строятся новые участки путей, повышается комфорт и качество пассажирских и грузовых перевозок. Для Кубани, как одного из самых динамично развивающихся регионов страны, также очень важно создание новых транспортных коридоров и узлов, увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, внедрение новых сервисов и услуг для пассажиров. Об интересе к обещанным инновационным и прорывным идеям о важности решений, которые примут участники форума, говорит количество журналистов, приехавших освещать мероприятие. 170 человек. Ну а что касается самих железнодорожников, то это 17 стран, 325 компаний, полторы тысячи специалистов. На форуме можно не только поучаствовать в серьезных дискуссиях, к примеру, о переходе на цифровую железную дорогу, но и просто побывать в роли машиниста. Вот здесь, святая святых, кабина машиниста, вернее, это тренажерный комплекс грузового тепловоза. Здесь невероятно высокая степень погружения в виртуальную реальность до 95%. Пульт, тормоза, все органы управления настоящего локомотива. Смоделирован и вымышленный участок дороги. Картинка далеко не 3D, но буквально через пару минут ощущение, что ты реально в кабине поезда, который тебя везет. Ну что, поехали? Ездить на железнодорожном транспорте сегодня предпочитают и внутри городов. Электричка популярна и в Сочи, а вот в Краснодаре проект «Городская электричка» призван решить транспортную проблему города на 90%. И вообще, так называемое наземное метро станет скачком в транспортном развитии целой агломерации в центре Краснодарского края. Как городская электричка развивает города, сегодня обсудили и участники Международного транспортного форума. Инга Габеши, Амихаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Но новости о транспорте могут быть и не столь радостными. Спасатели сегодня деблокировали водителя, зажатого в салоне КАМАЗа. Информация о ДТП поступила в отряд от диспетчера службы 112. На повороте с улицы Пластунская в сторону дублера курортного проспекта перевернулся КАМАЗ-миксер, проще говоря, бетономешалка. В салоне оказался зажат водитель. Спасатели МЧС при помощи гидравлических ножниц и расширителя освободили голень пострадавшего, но стопа так и была зажата. Прикрепив буксировочный трос к подъехавшему грузовику, удалось чуть наклонить бетономешалку и эвакуировать мужчину из салона. Пострадавшего от 35-летнего жителя Абширонска тут же передали врачам скорой помощи. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 30 октября в Сочи облачно. Дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 19. В Сочи задержали жителя Оренбурга, который замаскировал наркотики под конфеты. Мужчину с явными признаками наркотического опьянения заметили на железнодорожной станции Сочи сотрудники транспортной полиции. От медицинского освидетельствования 27-летний житель Оренбурга отказался. При личном досмотре в его вещах оперативники обнаружили несколько свертков с белым порошком. По заключению экспертизы, это синтетический наркотик, мифедрон и кокаин общей массой более 2 граммов. В ходе беседы с задержанным выяснилось, что на вокзал он приехал на автомобиле. Осмотрев салон и багажник, полицейские обнаружили в сумке на заднем сидении шоколадные конфеты. С сюрпризом. В сладостях был спрятан порошок и расфасованные пакетики с белым кристаллическим веществом. Это, как определили эксперты, тоже кокаин общей массой более 66 граммов и мифедрон. В отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело. К другим новостям. Пользоваться уникальными возможностями больного курорта Мацеста должны не только туристы со всей страны, но и местные жители. Такую задачу поставил мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам визита в водолечебницу. Он осмотрел больный комплекс и набережную реки Мацеста. Прогулочную зону будут ремонтировать по федеральному проекту. Все подробности в нашем сюжете. Отсюда Сочи начался как курорт. Глава города Алексей Копайгородский с рабочим визитом в главные больнио-лечебницы Сочи. Экскурсию по комплексу мэру проводит директор Мацесты Елена Даутова. В 1940 году оно было именно таким. Поэтому это памятник архитектуры и памятник исторического культурного наследия. Короткий экскурс в историю. После мэра приглашают попробовать пластунскую минералку. Эту воду можно пить каждый день. Противопоказаний нет. Только польза. Именно эту воду мы поставляем в городские бюветы. На зимнем театре такая вода в парке Ривьера в Адлеровском городке. Еще на Мацесте прописывают сероводородные, йодобромные ванны и радоновые. Они насыщены природным газом. Огненная вода, так ее называют за обжигающий эффект, восстанавливает функции сердечно-сосудистой и нервной системы. Мэр Сочи отметил, важно сохранить уникальный комплекс для будущих поколений. В этих зданиях находились наши деды, родители мы и пусть наши дети тоже у них находятся. Принять целебные процедуры на Мацесту приезжает около 40 тысяч человек со всей страны и из-за рубежа. Сюда привозят курортников из 70 санаториев города. Но известная здравница могла бы принимать и больше. Из общего числа пациентов всего 2% сочинцы. Врачи местных поликлиник должны чаще прописывать сочинцам больниопроцедуры в качестве лечения или профилактики заболеваний, подчеркнул мэр. Сейчас в администрацию уже готовят дорожную карту. Из главного корпуса делегация отправилась к Мацестинским пещерам сероводородным источникам. По пути внимания мэра привлекла набережная реки, которая сегодня не в лучшем виде. Это территория закрыта или открыта для всех? Открыта, это городская территория муниципальная. Мы пока поддерживаем, но на реконструкцию пока кто-то сидит на 20-й гости. Нет, здесь для бетона нужно делать знаковое место. То есть физически это открытое место для всех горожан. Можно сделать полноценную прогулочную зону. Этот участок набережная отремонтируют в следующем году по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Благодаря ему в Сочи ежегодно обустраиваются несколько прогулочных зон. На сегодняшний день УКС ведет проектирование. Будет готов дизайн-проект этого участка в такой же концепции, как первые два этапа, которые вы наблюдаете, уже благоустроенные. И по срокам в 2020 году будут проведены торги. И я думаю, где-то к июню-июлю месяцу полностью наша логистика сквера Мацеста будет уже в нормальном, законченном виде. Первую очередь Мацестинского сквера уже объединили с Теренкуром. После завершения очередного этапа благоустройства в следующем году город получит 10-километровую прогулочную аллею от главного здания больниолечебницы до центрального стадиона. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Большой этнографический диктант напишут в Сочи 1 ноября. Проверить свои знания о стране в целом и регионе в частности могут все желающие. В 11 часов для этого откроются три площадки на базе 13-й, 26-й школы и 95-го лицея. Главное условие для участников – владение русским языком. Тест включает в себя 30 заданий, 20 федеральных вопросов и 10 региональных. На ответы дается 45 минут. Этнографический диктант можно пройти и онлайн с 11 часов 1 ноября до конца суток 4 ноября. В Сочи пройдет международный фестиваль Азии. Абсолютно уникальный для города проект соберет лучшие коллективы этой части света. 1 и 2 ноября в Сочи впервые выступят артисты из Южной Кореи. Это музыкальный театр из города Кванджу, под крышей которого собрано несколько этнических коллективов. А его постановки позволяют зрителям по всему миру проникнуться национальным корейским искусством. Главная особенность – здесь нет четкого разделения на оперу, балет или драму. Постановки корейского театра совмещают все виды сценических искусств – вокал, танец, игру на музыкальных инструментах, драматическое действие и даже акробатику. Концерты 1 и 2 ноября поделены на две части. В первом отделении будет представлена одноактная корейская опера. Каждый день разные спектакли. А во втором зрители ждут выступления ансамбля, народных инструментов, этнические корейские танцы и шоу барабанов. Традиционная корейская опера входит в список всемирного нематериального культурного достояния ЮНЕСКО. Начало концертов в 19.30. Мифы, легенды и начало-начал. Философскую цирковую сказку рассказывают на арене сочинского цирка артисты шоу «Тотем». В минувшие выходные с большим успехом прошла премьера. Но тем не менее артисты каждый день оттачивают свои номера на сцене. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Крылатые девушки, как птица Сирил. На сцене славянская мифология переплелась с другими этническими легендами. С древних времен у каждой цивилизации был свой оберег, так называемый «Тотем». Символ начала, который демонстрировал связь с предками. Именно поэтому шоу «Тотем» представляет собой синтез мифов и легенд с цирковыми номерами. Это не просто представление, а яркий спектакль. Это сказка, цирковая сказка. Но, естественно, в каждой сказке есть какой-то большой глубокий философский смысл. В этой сказке все заложено, так что приходите, посмотрите. Все очень хорошо. Программа «Притча» учит по-другому смотреть на мир, быть добрее. Акробатика, эквилибр, контактная дрессура – все это представляет собой увлекательное путешествие от мистического символа Бизона до сверхвозможностей человека. Это большой праздник, потому что сочинский зритель сейчас может посмотреть те жанры, которые, в общем-то, можно сказать, уже в массе своей утеряны. И именно вот эта программа «Тотем» несет в себе не только развлекательный потенциал, но и глубокий философский смысл. В шоу «Тотем» принимают участие одни из лучших цирковых артистов. Уникальную дрессуру в номере «Игры народов Севера» демонстрирует Ирина Леонтьева, единственная в мире дрессировщица оленей-моралов. Сложнейшие элементы высшей школы верховой езды демонстрируют Вера Мещанова и красавец Корабел – вечное противостояние добра и зла. Гвоздь программы – аттракцион «Дикая планета». На арену цирка выйдут американские бизоны и тибетские яки. Животные весом в полтонны покажут сложнейшие трюки. Несмотря на философский подтекст, шоу «Тотем» предназначено для семейного просмотра и будет интересно зрителям любого возраста. Гастроли в Сочи продлятся до 1 декабря. Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинец Вячеслав Яркин завоевал бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди молодежи и обновил рекорды России среди мужчин. Чемпионат Европы среди молодежи проходил в румынском Бухаресте. В весовой категории до 81 килограмма борьба за медаль велась как никогда активно. Основными соперниками Яркина были призер чемпионата мира болгарин Андреев и чемпион Европы итальянец Пиццалата, а также сильные атлеты из Армении и Грузии. В первом упражнении вперед вышел болгарин, одолев 163 килограмма. Пиццалата становился на 161, сочинец вырвал 157. В толчке, взяв 191 килограмма и 194 килограмма, Яркин закрепился на третьем месте, установив 4 рекорда России. 2 в толчке, 2 в сумме, 348 и 351 килограмм. Мне кажется, это не конечный результат. Надеюсь прогрессировать к чемпионату Европы среди мужчин, который будет проходить в России в следующем году. Нужно, наверное, 161 в рывке, то есть набрать килограмма 4-5. И в толчке тоже килограмм 5 поднабрать. Но я толкал с запасом, думаю, мне еще удастся и больше результат набрать. Тренируется Вячеслав Яркин под руководством своего брата, старшего тренера сборной команды России Владислава Яркина. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящим чемпионатам России и Европы 2020 года. «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск